здравствуйте дорогие друзья смотрите как все интересно устроено нам все время хочется что-то поменять что-то поменять нашей жизни но на самом деле такая огромная вселенная и вот высшие миры напрямую связаны с нашим низшим миром то есть любое действие материальном мире запускает духовные механизмы потому что мы живем мы живем мире действия здесь очень важно что мы делаем поступки решают здесь все и остальные миры написано в каббале с замиранием наблюдают за происходящим здесь и за каждым нашим решением потому что дороги которые мы выбираем потом ведут на самый на самый верх и человек намного более серьезная механизм точнее в этой огромной планетарной системе устроен мир ведь как что написано будущее можно предвидеть но она остается гибким пока не кристаллизуется уже тот факт что произошел настоящем перевожу на русский язык есть какое-то предписанное небом и какая-то ситуация но мы не не пассивные участники мы очень часто можем повлиять на нее человек способен влиять на высшие миры поскольку он создан по образу бога именно когда говорят создан по образу бога и по подобию имеется ввиду то что чек может как бог влиять на историю и направлять ее по тем каналам которые выберут вот иногда мы не то и выбираем кстати минахи мэндл шнерсон всегда писал что любая бытийная ситуация того или иного человека или страны может не может быть необратимой именно негативное представление о самом себе или они вере в чудо блокируют для человека возможность благоприятного исхода в любой ситуации бог может все поменять мгновение вот это вот самое главное что человек должен помнить и знать каждый из нас это целая вселенная написано а что мы хотим мы хотим чтобы в этой вселенной было здоровье там дети удача личная жизнь парноса то есть можно продолжать бесконечно человек все время хочет получить это все но вселенная первую очередь написано это что это равновесие если мы не хотим делиться с этой вселенной с миром этим справедливо ли наше желание получать надо мечтать чтобы желание исполнялись там но не по щелчку вот так вот если хотите везение удачи не жадничайте написано научитесь тоже отдавать мы должны посмотреть баланс баланс мы с нас мы то сколько мы отдаем столько мы получаем могут быть подарки но в основном именно так и чем больше отдаешь это основа вселенной написано тем больше получаешь это работает попробовать надо а то что мы принимаем умение принимать не менее важно если не хотим чтобы жизнь преподнесела неприятные сюрпризы надо благодарить за каждое заблагодарить за все что встал утром за за небо за солнце за все а вот если зацикливается человек на чем-то материальном страстно желая чего-то написано что считая что именно это сделать меня счастливой там я не знаю там машина дом я не знаю то мы прямым текстом сообщаем небо мне плохо а счастье возможно только и дальше такой знаете целый набор наших пред как когда мы хотим счастье что может дать нам счастье написали мудрецы мечтаете желаете там но делайте это правильно научитесь отпускать свои желания наслаждаться и благодарить за каждую мелочь за улыбчивого соседа в метро за интересную книгу за вчерашнюю вообще за день который ты живешь или прожил книгах мудрецов мы находим отдавайте мечтам как минимум 15 минут день если они и вы придумаете сотню вещей как минимум две из них воплотятся в жизнь поэтому продолжайте мечтать написано не беспокойтесь о том сбудутся ли мечты сначала дайте им ожить а если кто-то видит только ну как бы что только негатив или все есть такая подсказка в мире очень интересная одна свеча способна избавить от тьмы большую комнату но никакая тьма обратите внимание не способна погасить пламя свечи то есть даже нарастающая темнота не способна уменьшить свет свечи то есть дело надо зажигать свечи а там с темнотой уже разберемся надо делать свое дело что сказали мудрецы знай что ни одно усилие которое ты предлагаешь чтобы приблизиться к богу не будет напрасным даже если тебе в конце концов не удастся добиться того что ты хотел ведь цель она дальше сказал вот луцата рабей на луцата человек создан не ради того чтобы пребывать в том состоянии где мы находимся в этом мире а ради того каким он будет в мире грядущим но но его состояние в этом мире является средством приобретения того что он получит мире будущее то есть мы сегодня зарабатываем себе на длительное пребывание там в каком-то я не знаю там совершенно в другом мире сказал рабе нахман великий каббалист и великий человек есть простой ключ который помогает избежать самых страшных катастроф и пораженчества там где ты сейчас находишься это место где бог хочет чтобы ты был и чтобы служил ему и любил его всеми средствами которые твоем положении и положение которое определено тобой лучшее для тебя можно ли поменять положение и любую ситуацию можно но работать надо в той которой находишься и этого ждет от нас небо брахавы от слаха